МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заместитель начальника Ленинского РОВД города Гродно, начальник милиции и общественной безопасности Мельников Александр Владимирович и психолог Центра социального обслуживания населения Ленинского района города Гродно Витковская Анна Генриховна. Здравствуйте. Сейчас у нас в республике проходит общереспубликанская акция, направленная на предотвращение насилия в семье. Скажите, пожалуйста, какие цели и задачи вот этой акции и что именно в рамках ее проводится у нас в городе Гродно? Да, действительно, с 18 по 28 апреля в республике Беларусь. Цель познакомить широкие слои населения с этой проблемой, рассказать о вариантах помощи. И, конечно, мы надеемся, что в результате нашей работы как можно больше людей узнает об этой проблеме и куда можно обращаться в случае, если вы находитесь в ситуации домашнего насилия. А какие мероприятия проводятся? Достаточно много уже состоялось мероприятий, они еще не закончены. Вот, например, сегодня состоялась встреча с РОВД. Значит, выступали перед мужчинами, которые, в принципе, допускают насилие в отношениях и рассказывали им о том, как выбраться из этого дна, как можно помочь себе в этой ситуации. И рассказывали о национальной программе помощи мужчинам-агрессорам. Вот, это было одно из таких важнейших мероприятий. Также проходили совместные рейды с РОВД по этому контингенту граждан комиссионно выходили домой в семьи, где очень частые семейные конфликты, где совершается домашнее насилие. И непосредственно с целью профилактики разговаривали с участниками этих скандалов, предлагали тоже различные варианты помощи. Готовы ли они принимать эту помощь агрессорам? По-разному очень, на самом деле. То есть есть те граждане, которые с готовностью отзываются на такие предложения и, конечно же, идут навстречу. А очень много, к сожалению, тех, кто не готовы решать эту проблему. А РОВД какие мероприятия проводят в рамках? Мы проводим совместные мероприятия. Если индивидуально, то мы применяем, конечно, больше меры индивидуальной профилактики к лицам, допустившим насилие в семье, непосредственно объявления официальных предупреждений, проведение профилактических бесед, разъяснение действующего законодательства. Ну, в частности, буквально сегодня и вчера мы часть, в том числе и лиц, допустивших насилие в семье, направили на принудительное лечение лечения трудовой профилактики города Новогрудка, ну и другие мероприятия, направленные на профилактику семейного насилия. Давайте тогда определимся, что же такое семейное домашнее насилие и какие виды вообще его различают закон и психологи. Если говорить о домашнем насилии, то надо сказать, что это такая система отношений, когда один человек подавляет и контролирует другого. Это система отношений, построенная на власти, на контроле, на доминировании, на унижении, на притеснении другого человека. То есть это не обязательно физическое насилие? Если говорить о видах насилия, то здесь, как правило, выделяют четыре таких основных вида. Это физическое насилие, это психологическое насилие, сексуальное насилие и экономическое насилие. Если говорить, к примеру, о физическом насилии, то здесь, конечно, идет речь о таких вещах, как избиение, как нанесение каких-то телесных повреждений, какие-то такие действия, которые непосредственно совершает агрессор по отношению к жертве физического характера. А вот вообще, где-то тонкая грань между бытовым конфликтом и домашним насилием? Когда говорить о психологическом насилии, это, наверное, имеется в виду и эмоциональное давление, это крики, это и скандалы. Да, конечно. Кроме того, это еще и газлайтинг, когда, например, агрессор заставляет или внушает своей жертве в том, что она не совсем адекватно воспринимает реальность. И она начинает сомневаться в этом. Если говорить, допустим, о различиях, в чем основное различие? Дело в том, что если мы говорим о домашнем насилии, то необходимо сказать, что оно всегда циклично. То есть в ситуации домашнего насилия вообще происходит в пределах трех основных фаз. Первая фаза – это когда нарастает напряжение. Это когда агрессор начинает упрекать жертву, когда ему что-то постоянно не нравится в ней, что-то не то она сделала или как-то не так себя повела, как ему бы хотелось. И естественно, что в такой атмосфере постоянно растет напряжение, становится очень тяжело, атмосфера накаляется до предела. И подходим плавно ко второй фазе, непосредственно к самому инциденту насилия. Он может выглядеть как какой-то скандал или же непосредственно инцидент физического или сексуального насилия. Ну и, наконец, третья фаза – это фаза медового месяца, так называемая. Когда агрессор начинает осознавать, что он что-то там натворил, начинает каяться. Ну или, по крайней мере, делать вид, что он раскаивается. Ну, естественно, что, скажем так, он где-то еще и испытывает страх от того, что жертва ведь может уйти. И поскольку он удерживает в этих отношениях жертву, он заинтересован в том, чтобы она оставалась в таких отношениях. И с этой целью он начинает дарить ей подарки, цветы, выполнять какую-то несвойственную ему совершенно работу, даже по дому, да. Вот для того, чтобы уравновесить, скажем так, отношения эти. Потому что он понимает, что он совершил что-то не так, где-то в чем-то все-таки не так себя повел, когда допустил вот этот непосредственный инцидент. А дальше все идет уже по кругу. Опять же нарастает напряжение, инцидент, и опять бедовый месяц. И это все, наверное, становится все тяжелее, и вот эта вот фаза бедового месяца все короче, все остальное. Все только усугубляется, если не корректировать происходящее. Если рассматривать по протяженности, по времени, да, действительно, эти фазы имеют такое свойство укорачиваться, и инциденты непосредственного уже насилия, они становятся более чисты, чем в самом начале. Если же говорить о семейных скандалах, то мы всегда говорим о том, что семейный скандал происходит, во-первых, это должен быть однозначно какой-то повод для семейного скандала. И во-вторых, если партнеры, да, там, супруги ругаются, то они совершают этот скандал на равных позициях. То есть они, скажем так, равноправны в этой позиции. Они могут, да, выражать там свой гнев, свою агрессию, но при этом они, скажем так, не контролируют друг друга. Они... здесь нету такого фактора власти, да, над кем-то. Вот. И на следующий день, как правило, они способны помириться. А кто вообще чаще становится жертвой домашнего насилия? Есть ли такая статистика вообще? Да, действительно. Если вот вернуться к статистике, надо сказать, что это не только вот национальная статистика, но даже и мировая статистика, что каждая третья женщина в Беларуси так или иначе сталкивалась с домашним насилием. И очень печален тот факт, что только 29,2% обращаются за помощью при этом. Вот. По статистике за свою жизнь 77% женщин сталкиваются с одной или несколькими формами домашнего насилия. А каждое четвертое женское самоубийство в Беларуси это следствие насилия в семье. И вот этот момент, конечно, заставляет задуматься о серьезности вообще этой проблемы. То есть чаще всего жертва насилия это все-таки женщина? Да, именно так. А мужчины? Да, в статистике это так. Да, конечно, и есть такие случаи, даже в Ленинском районе города Гродно, когда агрессором становится женщина. Они нечисты, но они все-таки есть. Насколько вообще тяжкие преступления совершаются на почве бытовых конфликтов в момент домашнего насилия? В своей практике мы чаще встречаемся, прежде всего, с психологическим и физическим насилием, реже, наверное, сексуально. И с учетом формы этого насилия и распределяются наши преступления. Ну, как правило, конечно, к сожалению, встречаются и особо тяжкие преступления, такие как убийства, тяжкие преступления, причинение тяжких повреждений. Ну, также, конечно, встречаются, наверное, в большей части своей это менее тяжкие, не представляющие большие общественные опасности. Ну, если брать именно последнюю категорию, это больше касается, опять же, физического насилия, такие как угроза убийством, истязания, преступления, причинение легких телесных повреждений. В прошлом году у нас на сфере быта было в Ленинском районе зарегистрировано три преступления, одно убийство, причинение тяжких телесных повреждений и одно причинение менее тяжких телесных повреждений. В этом году, слава Богу, мы не зарегистрировали еще ни одного такого преступления. То есть работа всех субъектов профилактики в соответствии с законом соответствующим приводит все-таки, наверное, к этому положительному результату. А вообще, какие меры профилактики проводит милиция? И в частности, что такое защитное предписание? Органы предел работают в соответствии с законом об основном действии профилактики повреждений 2014 года. И мы применяем как меры общей профилактики, так и индивидуальные. Но если касаться общей, ну, опять же, это правовое просвещение, вот как раз мы этим и занимаемся, внесение представлений, ну и другие меры. А индивидуальная, это непосредственная работа с человеком, допустившим насилие в семье. Ну, начинается с профилактических бесед, с постановка его на учет, если эти беседы к положительный момент они привели. Ну, если человек уже совершал насилие в семье, привлекался к административной ответственности по определенным статьям бытовым, то в отношении данного гражданина могут примениться такой институт, как защитное предписание. Защитное предписание предусматривает собой это возложение каких-то ограничений, обязанностей на лицо, в отношении которого оно выносится, с целью оградить жертву насилия на какое-то время, а выносится оно от 3 до 30 суток на какое-то время от насилия, от насильника. То есть ему просто запрещено приближаться к квартире, где проживает жертва, или как, каким образом работает все это? Да, мы можем ему запретить, в частности в законе, непосредственно начальник РУВД или его заместитель наделен правом запретить находиться по месту проживания, встречаться с жертвой насилия, каким-то образом искать встречи, общаться с ней, переписаться различными способами. Ну, то есть каким-то любым способом влиять на него, воздействовать на него. А если агрессор все-таки нарушит вот это защитное предписание? Законодательная подсмотрена ответственность за данное нарушение, за несоблюдение вынесенной защиты предписания. Административная ответственность вплоть до 15 суток административного ареста можно применить к данному нарушителю. А вот мы уже говорили, что жертвы домашнего насилия обращаются за помощью довольно редко. Всего лишь, как я помню, вы говорили 29,2%. А почему так мало? С чем это связано? Дело в том, что, конечно же, это связано в первую очередь и с теми вообще социальными стереотипами, которые характерны и для белорусского общества в том числе, скажем так, домашнее насилие, оно каким-то образом и позиция вообще жертвы, она ассоциируется с покорностью, с подчинением мужчине. И вот эти гендерные стереотипы, они как бы играют свою роль. До сих пор ведь мы уже не во времена домостроя живем, уже нет такого понятия «бьет, значит, любит». Почему все-таки не обращаются? Возможно, это какая-то, это все понарастающее, какая-то психологическая зависимость существует, либо какие-то другие факторы? Конечно же, еще надо сказать, что вообще насилие, оно носит такой скрытый, латентный характер, да. И очень часто окружающие люди, во-первых, женщина зачастую не хочет выносить ссоры из избы, как это говорится, да. Да и, скажем так, она понимает, что и опасается, что таким образом, привлекая внимание к этой своей проблеме, внимание общественности и посторонних, да, она только ее усугубит, да. То есть, конечно, масса у нее страхов, тревоги существует, и поэтому она замалчивает. Конечно же, если говорить о каких-то более глубоких механизмах, то здесь, конечно же, мы выделяем, психологи, да, выделяют стокгольмский синдром, он так назван. То есть, когда жертва оправдывает агрессора. Да, 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 да. Жертва таким образом оправдывает агрессора, срабатывает наш инстинкт самосохранения, да, необходимо выжить даже в таких условиях. И женщина понимает, что она во многом зачастую зависит от этого агрессора, в том числе и финансово. Потому что, например, если женщина находится в декретном отпуске, и она не всегда может работать, да, и не всегда, скажем так, располагать теми средствами финансовыми, которые ей нужны, тогда она вынуждена просто, она просто рассчитывает на средства своего партнера. И таким образом партнер контролирует ее, да, таким образом он устанавливает вот эти властные контролирующие отношения над ней. Вот. Если говорить еще о какой-то причине, то хотелось бы сказать о выученной беспомощности. Если женщина годами живет в такой обстановке, то и понимает, что сделать с этим ничего нельзя, как ей кажется, и она искренне в это верит, она уже и не пытается что-то с этим делать. Она просто не верит, что ей можно помочь. Она не верит, что из этого замкнутого округа есть выход. И очень часто мы сталкиваемся, психологи, как раз с тем, что только достигнув дна, женщина приходит... Когда уже терпение лопнуло. Да, когда там просто-напросто там уже конкретные какие-то побои, да, конкретные какие-то унижения. Например, был такой случай, когда мы помещали женщину в кризисную комнату. Женщина, проживающая у нас в городе Гродно. Муж был очень, скажем, таким благонадежным. Вообще он появлялся на всех родительских собраниях. Он очень хорошо зарекомендовал себя вообще в коллективе трудовом. Но при этом никто не знал, что происходит у него дома. А в тот же самый момент он часто оставлял свою жену вместе с детьми, привязанной к батарее. Бывало даже такое, что он в присутствии детей ее избивал. И вот как раз, наверное, нитка терпения просто-напросто порвалась. И тогда она пришла к нам, потому что она понимала, что так дальше жить нельзя. А куда жертва агрессии может обратиться за помощью? В первую очередь, конечно, если такое происходит, конечно же, необходимо позвонить в милицию. То есть надо подумать вообще о своей безопасности. Потому что это ситуация, в которой, по сути дела, жить нельзя. Это опасно. И для того, чтобы немножко позаботиться о своей безопасности, необходимо продумать, куда она может обратиться заранее. В первую очередь, это, конечно, милиция, отделение РОВД. Телефон 102 доступен. Это, конечно, еще общенациональная горячая линия. 8 801 100 8 801. Это также территориальные центры социального обслуживания населения, которые функционируют в каждом районе. Непосредственно психологи, при которых вообще открыты кризисные комнаты. И обращаясь в эти службы, женщине всегда окажут помощь. Но если, например, женщина пришла в учреждение здравоохранения, или же она пришла в учреждение образования и сказала об этой проблеме, то есть существует межведомственный механизм, согласно которому, скажем так, все эти данные передаются соответствующим структурам, субъектам профилактики. И тогда разрабатывается план, каким образом можно помочь этой женщине. А вообще в городе Гродно при религиозных организациях созданы кризисные комнаты. На сегодняшний момент две кризисные комнаты. Местонахождение не разглашается в целях безопасности жертвы. Вот. И надо сказать, что вообще услуги временного пребывания востребованы жертвами домашнего насилия. Кроме того, в Ленинском районе есть квартира социального патронирования, куда по решению администрации Ленинского района также может быть помещена женщина, также женщина с детьми, и временно проживать в этой квартире. Срок проживания, если это кризисная комната, то до 10 дней. Иногда эти сроки могут быть продлены. Ну, в зависимости от индивидуальной ситуации каждой женщины. В тот момент, когда женщина помещается в кризисную комнату, здесь, конечно, составляется индивидуальный план помощи такой женщине, и приглашаются по ее запросу те специалисты, которые в состоянии помочь и оказать помощь. То есть это и психолог, это, может быть, социальный работник. У нас был такой случай, когда женщина просила, не готова была идти самостоятельно в суд, и просила об услугах адвоката, чтобы он мог пойти вместо нее. Также, надо сказать, что привлекаются и медики. Все зависит от запроса самой жертвы. Иногда бывает так, что женщина отказывается от любого варианта помощи, потому что она находится в такой стрессовой ситуации, когда ей просто необходимо время для того, чтобы осознать то, что происходит. И вот это острое стрессовое состояние, она может безопасно находиться именно в кризисной комнате. И эту безопасность, в принципе, ей гарантирует кризисная комната. А вообще, наверное, процент, возможно, процент такой низкий, жертв, которые обращаются за помощью, возможно, потому что они надеются, что агрессор исправится. Вообще это реально? Что он сам осознает проблему и прекратит акт насилия? Еще надо сказать, что еще один такой глубинный механизм – это зависимость жертвы от агрессора. Наоборот, в психологической литературе существует такая модель, описывающая как раз насильственные отношения, зависимые отношения, созависимые отношения. Это всем известный треугольник Карпмана. И действительно, скажем так, пребывая в роли, в этом треугольнике существуют определенные роли. Есть жертва, есть агрессор, есть спасатель. И каждая из этих ролей, скажем так, наделена своими функциями. Значит, и жертва искренне верит, что агрессор исправится. А он может исправиться? Как показывает, скажем так, статистика, вообще опыт нашей работы, это достаточно сложный вообще процесс. А если с помощью психолога, возможно ли корректировать вот это агрессивное поведение, если все-таки человек сам, либо его вынудили обратиться за психологической помощью, возможно ли скорректировать вот это агрессивное поведение? Дело в том, что если нет определенной мотивации для этого, то сделать это крайне сложно или даже невозможно. Если же человек понимает, что таким образом он ухудшил качество своей жизни, тогда и у него возникает мотивация, тогда да, есть смысл в такой работе. И именно как раз программа психологической помощи мужчинам-агрессорам, которые реализуются в том числе и в городе Гродно, она предполагает, скажем так, серию занятий, направленных в индивидуальной форме и в групповой, направленных как раз-таки на коррекцию поведения самого агрессора и осознанию причин поведения такого. И она достаточно эффективна, она достаточно результативна. В том случае, если мужчина-агрессор, ну потому что это программа для мужчин в первую очередь, не для женщин, если агрессор всё-таки решил для себя пройти эти занятия от начала и до самого конца. Ну это достаточно, как показывает практика, достаточно тоже сложно. Ещё надо сказать о такой проблеме, что большинство вообще мужчин, допустим, в отношении которых выносится защитное предписание, страдают хроническим алкоголизмом. И одно из противопоказаний для прохождения программы коррекционной является как раз-то алкоголизм хронический. То есть необходимо сначала пройти лечение от алкоголизма в наркологическом отделении и только тогда приступить уже к этой программе, что мы часто и рекомендуем сделать. Александр, скажите, пожалуйста, а если жертва насилия молчит сама, могут ли в органы правопорядка вместо неё обратиться родственники, родители, дети, например? Мы разбираемся в каждом случае сообщения по факту БТО насилия, да вообще по любому сообщению. И, конечно же, обратиться может любой, кому стало известно о насилии, в том числе и семейном насилии. Уже вопрос о применении мер административного или уголовного характера здесь уже по-другому стоит и привлечь. И в большинстве своих случаев административная практика связана только привлечение к ответственности наступает только по желанию лица, пострадавшего от правонарушения. Но здесь законодатель тоже предусмотрел выход из этой ситуации и в случае, если лицо находится в каком-то зависимом положении, или это престарелое лицо, или это несовершеннолетний ребёнок, то прокуратура по направленным нами материалам может поручить нам начать административный процесс. Ну и то же самое касается и ряда уголовных дел. То есть, в принципе, по любому факту насилия можно привлечь или применить меры индивидуальной профилактики к любому лицу. А если, например, это взрослый человек, не пожилой, не ребёнок, есть факт, когда медицинское учреждение фиксирует побои, и, скажем так, есть всё-таки факт того, что было избиение, могут ли не без заявления вот самой жертвы возбудить административный либо уголовный процесс в отношении агрессора? Ну, как уже Анна Гериховна обозначила, у нас есть совместные постановления, в том числе с медицинскими учреждениями, где о каждом факте при получении отец повреждений именно противоправного нас информируют. Но дальше, конечно, зависит и от личности этого правонарушителя, и от степени причинения интересных повреждений. Всё-таки всё разбирается индивидуально. Конечно, конечно. В каждом случае мы индивидуально разбираемся и даём правовую оценку. Спасибо огромное. При помощи прокуратуры или самостоятельно. Спасибо за участие в программе. Напомню, это была программа «Открытый вопрос». Сегодня мы говорили о проблеме домашнего насилия. Смотрите нас на телеканале «Беларусь-4», а также на сайте tv-grодно.by. В студии работала Наталья Залеская. Всего вам доброго и до свидания.